всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами создавать интернет-магазин на системе джейкасса урок номер 8 следующее что я хотел бы вам рассказать если мы сейчас посмотрим на главную страницу быстрого старта то в принципе следующий у нас на очереди идет под категориями здесь уже понятно это вывод товаров на главную то есть какой-то модуль их сюда выводит прежде чем товары вывести куда-либо нам нужно сначала научиться их создавать давайте в этом уроке научимся создавать товары и создадим первый товар давайте перейдем в какую-нибудь категорию например мужчинам здесь есть некая особенность то есть первое изображение которое вы видите это считается обложка для товара то есть вы должны понимать если мы зайдем внутрь товара то здесь еще могут быть фотографии в данном случае нет почему я об этом заговорил потому что здесь есть один нюанс вам нужно заведомо рассчитать размер изображений то есть именно обложки обложка должна быть одинакового размера по ширине и высоте у каждого товара иначе не будет вот такой ровной структуры как вы это видите сейчас то есть одна картинка больше другая шире другая уже и будет здесь все некрасиво смотреться то есть вот здесь есть такой момент вы должны там на каком-то редакторе или на фотошопе я например пользуюсь фотошопом обложку изображений для товара всегда делать одного размера какой размер в данном случае в демо и итак я подготовил изображение то есть вот обложка товара 762 на 1100 пикселей то есть это достаточно большая картинка в развороте здесь конечно же она у нас уменьшена давайте попробуем создать товар то есть вы можете поставить урок на паузу подготовить изображение не забудьте все изображения прогонять через тени png сервис чтобы они весили немного и соответственно другие размеры я специально другие изображения сделал разного размера это уже идет вот это изображение для галереи одного товара переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джекаса продукты то есть они здесь называются продукты здесь у нас пока ничего не создано нажимаем создать то есть похожая ситуация так же как мы создавали категории да также создается товар и первое что мы заполняем это заголовок для товара заголовок я ставлю название своего курса альяс мы не проставляем он автоматически проставляется стоимость продукта 4000 дальше справа категория выставляем у меня джумла можно добавить дополнительной категории если ваш товар относится к нескольким категориям дальше мы с вами заполняем тайтл это уже для поисковых машин я дублирую заголовок и проставляю его в поле тайтл дальше оставляем все как есть метки можем не заполнять описание можно прописать здесь то есть это описание товара дальше у нас имеется ряд кнопок переходим детали код товара здесь уже то есть или артикул зависимости от вашего товара я ничего не проставляю производители пока нет файла нет форма заказа мы это все с вами еще пройдем то есть это информация будущих уроков связанных продуктов пока нет мы пока создаем только первый товар также справа вы видите предупреждение также это мы с вами все пройдем дальше переходим на вкладку изображения обязательно прочитайте что вы здесь написано нам говорится что миниатюра будет 150 пикселей по высоте если мы хотим чтобы это выглядел так же красиво как на быстром старте то перед загрузкой первое изображение давайте изменим в настройках размер миниатюры мы с вами выходим из товара можете сохраниться чтобы не потерять данные которые вы уже вписали нажимаю закрыть я уже сохранился далее мы с вами переходим настройки слева первая вкладка магазин то есть тут много всяких вкладок мы с вами по ним еще пройдемся на первой вкладке магазин мы с вами прокручиваемся ниже и у нас здесь видите за заданные размерами те что нам нужны 150 на 150 высота миниатюры и ширина миниатюры вы также можете посмотреть эти значения в быстром старте из быстрого старта это а ширина 263 высота миниатюры 380 сохранить закрыть после этого мы с вами возвращаемся в наш товар переходим на вкладку изображения и нажимаем добавить изображение на компьютере я нахожу свои изображения выбираю их выделив все и нажимаю открыть загрузка у нас еще не произошла чтобы загрузилась все изображения к нам в продукт на наш магазин нам нужно нажать на синюю кнопку начать загрузку кликаем по ней и сейчас у нас было видно что произошла загрузка здесь мы видим название изображения размер помните в названии изображения не должны быть русские буквы можем очистить удалить назначить обложкой то есть вот они все наши изображения давайте назначим обложку именно то изображение которое я подготовил чтобы она была обложкой нажмем на кнопку сохранить и чтобы нам посмотреть как это выглядит в магазине нам нужно вывести какой-то пункт меню потому что если мы перейдем на категорию у нас ошибка 404 она возникает до тех пор пока не создан ни одного пункта меню какой-либо из категорий давайте это проделаем здесь из товара мы выходим переходим меню майн меню создаем новый пункт назову его например курсы джумла курсы под джумла дальше тип пункта меню мы выбираем с вами здесь джейкасса и выбираем например продукты категория отображает список продуктов из выбранной категории выбираем дальше мы выбираем категорию категорию нас джумла пока что на этом уровне мы нажимаем здесь сохранить идем на сайт обновляемся после обновления мы кликаем на категорию джумла то есть у меня это вот эта категория у вас здесь своя категория у нас 404 ошибка пропадает мы с вами видим продукт у вас вот этих модулей справа может не быть не обращайте внимание они также включаются и отключаются а что мы здесь видим мы уже видим с вами навигацию мы видим с вами сортировочка это все мы с вами будем рассматривать дальнейших уроках вот наш товар у нас все получилось при наведении мы с вами видим здесь такой есть уже эффект показывается другие изображения заголовок цена в корзину если мы кликаем именно на вот эту возникающую подложку просмотр и кликаем то у нас товар будет просматриваться в быстром доступе во всплывающем окне если мы кликаем по картинке где-то в любом месте но не по этой белой подложке то у нас товар раскрывается на странице и мы сейчас с не увидим других изображений которые я загрузил то есть галереи фотографий к товару потому что нужен специальный плагин давайте его сейчас установим то есть здесь у нас все нормально да артикул автоматически проставляется наличие есть в наличии описание вы помните который я создавал то есть здесь количество копий то есть одновременно несколько штук заказать до кнопка в корзину то есть это мы с вами все еще пройдем список желаний к сравнению email внизу у нас лишь есть только вот такие вот точки переключения то есть мы видим что видите размер изображений может быть разного именно здесь обложка вот эта обложка да она должна быть всегда одного размера и видите мы можем мышкой только двигать вот зацепить левой кнопкой мыши вот так вот перед перематывать но не можем увеличить изображение как я уже сказал нужен специальный плагин да давайте его сейчас установим и записанием увидим нам нужен плагин джей коса имиджес давайте перейдем инструменты расширение и поищем его в списке расширений и так я обнаружил этот плагин вот он джей коса имиджес нажимаем здесь на кнопку установить данный плагин у нас успешно установился он находится в списке установленных расширений вот я снизу кликаем по иконочке вилки попадаем сразу в настройки плагина включаем его а bootstrap выбираем bootstrap 3 вкладка здесь нужно смотреть уже как будет выглядеть товар и дальше уже ориентироваться как будет лучше всплывающее окно стиль окна белая граница с тенью в принципе оставляем тип контура пока не трогаем непрозрачность кнопка закрыть показать и информация плагин нажимаем сохранить закрыть переходим на страницу нашего сайта в продукт обновляемся и сразу видим вот здесь изменения да во первых наверху у нас показывается такая миниатюра то есть если кликаем прямо по миниатюре она будет отображаться здесь ниже в главном изображении если кликаем по главному изображению она у нас вот так всплывает также внизу появляется также переключение зависимости от размера изображений меняется картинка и здесь есть кнопка раскрыть во всю как бы ширину самого изображения вот таким вот образом чтобы просматривать товар и здесь вот как раз таки мы уже смотрим в плагине так давайте я а сортирую по айди чтобы наш плагин оказался наверху заходим наш плагин и здесь уже вкладки понятно что вкладки это вот эти верхние вкладки наверху они обычно всегда внизу поэтому мы вкладки делаем вниз сохранить идем на сайт обновляемся вот теперь вкладочки внизу то есть так уже поинтересней то есть вот таким образом ну и дальше уже вы тут настроить я думаю без меня просто выбор дизайна как это должно выглядеть можете просто поиграться по сохраняться выбрать наилучший вариант больше тут я в принципе об этом плагине сказать ничего не могу хороший такой плагин для отображения да вот если перейдем опять магазин опять по категории то есть здесь это никак не влияет это у нас только в развернутом продукте переходим с вами обратно в продукты рассмотрим что мы еще не рассмотрели зайдем давать с вами в созданный продукт изображение мы с вами сделали кстати изображение можно перемещать вот так зацепить левой кнопкой мыши выше ниже между собой сортировка вкладки мы с вами еще разберем варианты продукта мы с вами разберем параметры публикации здесь не забывайте обязательно вот здесь поле description это описание товара для поисковых машин если это поле будет оставлять пустым ваш товар не будет индексироваться должным образом обязательное поле текст для описания можно брать из а самого описания вашего товара какие-то ключевые фразы несколько предложений ну эти опции мы с вами тоже разберем тут есть еще один нюанс у нас дублируются описание но показано здесь и описание здесь одно из вариантов после самого описания в редакторе поставить разделитель подробнее то есть это вот такая кнопочка она здесь находится кликаем по ней разделили нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся все у нас описание остается здесь а здесь она ниже не дублируется на этом я урок заканчиваю ваша задача будет создать хотя бы три товара я их просто продублирую а вы потренируйтесь подобавляйте именно из этого урока что я вам сегодня дал и дальше уже будем рассматривать дополнительные опции к самим товаром напоминаю что у меня есть уникальные промо коды с 15 процентной скидкой на приобретение потрясающей системы джейкасса создание интернет магазинов осталось всего 25 штук поторопитесь пока все не разобрали чтобы получить промо код просто напишите мне на почту почта будет в описании под этим видео ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на мою группу вконтакте всего вам наилучшего и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроит услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь